Сегодня образования у нас сделано очень много, но в то же время предстоит еще решать большие проблемы для того, чтобы хотя бы достичь уровня международных стандартов. В этой связи президент дал конкретные поручения по образованию, в том числе медицинских и фармацевтических кадров. В Министерстве здравоохранения определены конкретные меры, конкретные сроки по созданию обсерватория кадрового ресурса. Для чего это нужно? Для того, чтобы реально изучать потребность в медицинских и фармкадрах и, естественно, уже начиная с первого года поступления в ВУЗ, как бы мониторировать и на выходе их уже в соответствии с потребностями здравоохранения, фармации, как бы обеспечивать по месту назначения. Мало того, обсерватория кадров позволяет мониторировать уровень их квалификаций, что тоже очень важно, потому что система здравоохранения, система быстро реагирующая на изменения в окружающей жизни, поэтому тут очень динамичные и серьезные изменения происходят почти каждый год. Поэтому, естественно, и наши программы обучения и программы подготовки как самих выпускников медицинских вузов, колледжей, так и врачей, которые работают в практическом здравоохранении, нужно постоянно заниматься повышением их квалификаций. Второй вопрос очень важный – это создание двух независимых центров тестирования. Для чего они создаются? Для того, чтобы узнать истинную картину, объективную картину уровня знаний выпускников, слушателей, для того, чтобы они могли подтвердить свою квалификацию. Те центры пока планируются в Астане и в Караганде создать пока, но это в проектном варианте было. Сейчас, возможно, будут внесены корректировки, потому что предполагается, что филиалы этих центров будут размещаться на базе шести медицинских вузов страны. Туда будет выезжать соответствующая независимая экспертная комиссия, которая на местах уже будет принимать эти независимые экзамены.